здравствуйте друзья сегодня у нас сегодня у нас какое число 27 февраля 2023 года 7 часов 52 минуты московского времени меня зовут александр я живу в анапе рассказываю об анапе и в первую очередь о себе о том как мне в анапе живется чем я здесь занимаюсь как провожу время в общем кто меня знает уже в курсе чем мы тут занимаемся ну а кто в первый раз меня смотрит последнее время знаете 92 процента просмотров приходится на зрителей которые впервые зашли на канал вот рай если раньше процент уже пацип процент подписчиков был где-то 25 то сейчас видите как снизилась но в общем то я рад новым людям поэтому всем здравствуйте призываю всех не быть безучастными к моему стриму задавать вопросы в чате в прямом эфире а кто смотрит записи задавать уже после в комментариях и первый кто подключился к нам это алексей привет из города государственного преступника написал он и еще это какой-то там бот тоже подключился и я надеюсь меня хорошо видно и слышно и начну я с обзора прошедшей недели но понятно что обзор этот касается только меня лично и так друзья я продолжаю занятия на актерских курсах я и кино если раньше я этого названия не называл то сейчас я его называю вы вполне можете уже какую-то информацию стороннюю почерпнуть но так как я там участвую учусь то конечно можете послушать и меня еще раз повторяю мне очень нравится заниматься и вообще люблю учиться и стараюсь учиться всегда постоянно приобретать новые навыки профессии специальности и конечно получать от этого удовольствия потому что какая учеба если ты не по не получаешь никакого удовольствия а сейчас вот я учусь и учусь конечно платно но плата у меня это она знаете она идет от прямо от всей души потому что я плачу прежде всего за приятные часы общения с интересными людьми и если я раньше всегда вот сколько я жил я всегда как-то мечтал о кино а театре но никогда не участвовал нигде но может быть там как-то с друзьями дома в одиночку я что-то там пытался сыграть но не более того на сцене я никогда не выступал самодеятельности я не любил участвовать никогда не принимал участие просто я считал что но это занятие не для меня и во вторых когда я допустим служил в уфсин то я считал занятия в самодеятельности это праздным занятием потому что и без того хватало всяких там дел по работе по службе и чтобы еще дополнительно где-то чем-то заниматься но я считал что это напрасная трата времени ну а те кто всякие там бездельники но вот они и наверное этим занимались вот в моем представлении так все было и иные даже у нас офицеры теряли потом должности потому что они заигрывались и как я помню говорил один из наших начальников моих начальников юнус айнузарович амаев он одному сказал ты там заигрываешься однако в мисс уис а мисс уис это вот пошла такая мода когда выбирали мисс но в нашей уголовно исполнительной системе вот так вот звучало мисс уис это было инициировано в главки и в во всех регионах проводили по вот такие состязания среди девушек и были победители и я единственное как я соприкасался с этим я просто это освещал в своей газете потому что я был главным редактором газеты данила черевотюк присоединился к нам доброе утро александр я снова рисую я о рисовании скажу немножечко позже мы сейчас еще продолжу о курсах вчера был у нас очень такой напряженнейший день вчера у нас мы готовились как за экзаменационному показу за так скажем первую за первый наш ну курс можно сказать да мы какую-то часть уже прошли занимались два месяца и вот экзаменационный такой показ вчера был прогон наших этюдов которые мы самого первого дня начали готовить и в процессе этих вот месяцев двух мы их совершенствовали репетировали два раза в неделю доводили до совершенства и вчера у нас был вот такой показ то есть мы показывали все наиболее удавшиеся этюды я тут кофеек все удавшиеся этюды показывали и был вчера была такая подчистка но как бы еще нашими преподаватели преподавателями делались замечания где что подправить это вот первый был прогон и второй прогон был вообще чистовой то есть в зале никого не было кроме наших преподавателей а мы все слушатели актеры находились за кулисами а нас 20 человек а помещение там если откинуть саму площадь сцены но достаточно мало а за это время нужно переодеться к следующему номеру за это время нужно выставить декорации причем декорации знаете вот такие уже у нас подкопились что-то сделали своими руками допустим ширмы сделали у нас два стола стулья какие-то там предметы быта и в общем мы много-много сценок разыгрываем вот используя эти декорации так и так или иначе применяя их выставляя на сцене причем мы старались делать перестановки сцен очень тихо потому что но это такое требование у нас анастасия в гике училась и поэтому она у нее воспоминания свежие поэтому она говорит когда идет перестановка ничто не должно ни брякнуть не звякнуть ни никакого шептания не должно быть и вот мы этого достигали достаточно так не сразу особенно когда у нас первые были показы мы там и дверьми гремели и какие-то реплики там вы сказали что-то там роняли в общем ну понятно мы учились а вчера вчера уже все было четко потому что мы поняли что все должно быть отточено то есть каждый актер не занятый в подготовке к следующему номеру он должен помогать устанавливать какой-то реквизит и каждый делал свое то есть мы прямо расписали технические карты и каждый 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 что-то делал а я вчера был ответственным и я теперь буду до конца нашей нашей учебы буду ответственным за занавес занавес такая штука она у нас там есть это очень такой серьезный серьезное приспособление они тяжелые они света непроницаемые и когда перед началом показа какой-нибудь сцены гаснет технический свет на сцене то за сценой вообще полная темнота полная темнота и только когда занавес открывается сцену и актеров которые на ней стоят освещают два прожектора вот так что все по-настоящему есть у нас звукарь то есть тот тот человек который включает звук музыку если она присутствует в постановке номера какие-то дополнительные звуки там допустим трель телефона пение птиц или еще что-нибудь допустим раскаты грома вчера было то есть вот это все за отвечает звукарь потом у нас есть два световика которые стоят на вот я сказал что у нас два прожектора бывают такие сцены когда свет нужно выключить на потом на сцене 10 происходит какое-то действие и и свет снова через несколько секунд включается вот ну а я за занавес это тоже достаточно сложно но меня анастасия наша преподаватель она меня проинструктировала потому что она во вгике была как раз отвечала за занавеску и она меня вчера так вот как профессиональный занавесчик она меня проинструктировала сказала как нужно открывать занавес как к нему надо относиться но все зависит если так упростить все зависит от музыки то есть если музыка начинается бодро то и занавес открывается вода если музыка медленно занавес открывается медленно но там еще есть нюансы в каждой сцене до каких пор открывать занавес иногда надо на полную ширину открывать иногда надо чуть-чуть его не докрыть Так что смотреть, чтобы крайние декорации занавес не перекрывал или наоборот не обнажал их слишком сильно. Поэтому у занавеса такие вот серьезные обязанности. То есть у меня занятия у нас начались вчера, ну я пришел полдвенадцатого и закончились они полвосьмого и все это время я провел на ногах, потому что нельзя было присесть. Вот занавес у нас открывается не механически, а вот прямо вручную. Вот вручную нужно вот эти вот канаты перебирать туда, потом обратно. Вот, а занавес, как я сказал, из такого тяжелого плотного материала, поэтому это достаточно такая физическая нагрузка. Вот, и домой я шел достаточно такой усталый, разбитый, но в очень хорошем настроении. Мы шли с Антониной, это вы ее можете знать по клубу позитивного общения, она там у нас завсегдатый. Вот, так что все замечательно было. Я участвовал в двух своих, ну в смысле в тех этюдах, где я задействован с самого начала. И в одном я подменял отсутствующего актера. Ну, чтобы его подменить, я тоже на неделе ходил на репетицию, входил, так скажем, в курс дела. Потому что, когда номер готовится какой-то, там, понятно, он создается буквально вот на глазах. Мы не берем откуда-то эти номера, допустим, там, из интернета или какие-то там, я не знаю, какая-то брошюрка. Все придумывается прямо вот, все придумывается актерами самими. Все реплики, все движения, мизансцены, все-все-все-все-все-все. Вот, и когда группа, допустим, там, три человека или шесть, вот как у нас было в постановке «Пломбир в стаканчиках», это готовится постепенно и вникаешь. Это уже сцена твоя, все органично. А когда ты только входишь, люди там все, как говорится, по крупицам собирали, и ты новый человек, и ты не знаешь, где тебе в какой момент сказать какую-то реплику, сделать какое-то действие. Ну, я быстро вжился, и вчера на показе, в общем-то, у меня хорошо получилось. И вообще я там заслуживаю всяких похвал, меня, ну, преподаватели молчат, а вот мои коллеги, значит, по сцене, они меня порою так нахваливают, что Александр, вы были молодец, ну, зовут меня на «вы». Ну, в конце вчерашнего дня девушки подарили нам, мужчинам, вот такие вот подарки, вот такие подарки. Ну, я уже распечатал и уже одну конфетку съел. Вот, просто показываю, как это все упаковано, очень красиво, ну, с точки зрения дизайна, я, как вы знаете, в прошлом году закончил курсы графического дизайна, поэтому я сейчас еще смотрю на упаковку с точки зрения вот профессиональной. Замечательная коробочка и замечательные конфетки там. Вот, мы все там сдружились, приходится работать в разных составах, поэтому мы как бы уже друг друга знаем, как облуплены. А вчера еще и вот, ну, вот я же сказал, что мы были за кулисами все 20 человек вместе, а тут надо переодеться, там уже друг друга никто не стесняется, ну, как и в любой артистической среде. Срок обучения 6 месяцев, вот спрашивает меня Алексей. Вот, это первое, о чем я хотел сказать. Второе, это я продолжаю заниматься созданием изображений в нейросетях. И я выбрал такое направление, это портрет, потому что вообще в нейросети можно создать любое изображение с помощью промпта. Промпт это словесное описание желаемой картинки, пишется по-английски и с учетом различных там тегов, то есть можно получить любую картинку, с любым освещением, любых тонов, с любым фокусом. Если ты пропишешь там, допустим, какие-то теги, которые используют профессиональные фотографы, объективы там, диафрагма туда-сюда, все это будет вот вам. Изображение можно сделать реалистичное, добиться полного реализма, потому что слово реалистичность и реализм, они различаются. Реалистичность это не совсем реализм, и реалистичность всегда видно. То есть это вроде бы как реальная фотография, но в то же время видно, что она очень-очень-очень-очень, так скажем, немножко анимирована, и видно, что это все-таки не фотография. А вот полный реализм – это когда невозможно отличить изображение от реальной фотографии. Более того, смотрите, как сейчас интересно развивается вообще вот эта вот графика, дизайн. Если раньше фотошоп служил для того, чтобы убрать все вот эти вот там морщинки, какие-то родинки, какие-то волоски, какие-то там неровности, прыщики, то теперь нейросети, они наоборот, они наоборот, чтобы достичь реалистичности и даже реализма, они наоборот делают там какие-то веснушечки, какие-то там шероховатости на коже, прыщики. Получается реальный человек. Прямо не отличишь. Вот в этом, конечно, и отличие фотошопа от нейросети. Ну и нейросеть, понятно, она может там тебе, прямо как говорил Честертон, хоть там извержение Везувия сделать. Чего ты просто в реальной жизни просто не сможешь где-то найти, сфотографировать, а нейросеть, она тебе хоть в кратер вулкана может, хоть в глубины морские тебя поместить и взглянуть на подводный мир вот глазами там, не знаю, рыбы, какого-то там ныряльщика. Вот. Поэтому все это очень интересно. Кто еще этим не увлекся, ну, можете ознакомиться, потому что нейросети сейчас очень динамично развиваются. Я отслеживаю чаты, где общаются люди, которые сейчас занимаются нейросетями. Среди них есть разработчики, которые там дописывают какие-то коды, программы. Сам я сейчас тоже использую в своей работе с нейросетями бета-версию и прямо отслеживаю, как она... Просто вот по дням, вот сегодня смотрю, что там новое. И там прямо пишут, что вот 20 февраля добавлена такая-то функция или, допустим, исправлен такой-то недочет. Спасибо за это таким-то, таким-то, значит, программистам. Вот. То есть каждый-каждый-каждый день эта программа, она совершенствуется. И сами пользователи этой программы, они открывают все новые-новые какие-то фишки, и они ими делятся в этих чатах, и я все это смотрю, тоже использую, беру. Так что очень-очень-очень все это интересно. Вот меня сейчас смотрят три зрителя. Друзья мои, не молчите, у вас рядом чат. Пишите свои вопросы, я все читаю. Вот меня спрашивает Алексей, как идут дела в казачестве. С казачеством я сейчас вообще прекратил всякие сношения, но по известным причинам. По известным причинам, потому что сейчас ситуация такая у нас в стране, когда казачество, оно вновь государством втянуто в такие вот дела, очень-очень-очень сомнительные. Все повторяется, как прямо в семнадцатом году. Вот, поэтому я в этом вопросе занял стороннюю позицию. Это не мое дело, и я сейчас из казачества, я даже сейчас форму не буду надевать, и может быть, я ее уже и когда-то надел в последний раз. Потому что, ну, не могу я сейчас носить эту форму, вот из-за того, что казачество участвует в делах очень сомнительного свойства. Так, если еще есть какие-то вопросы, задавайте. Так, значит, рассказал о своих актерских курсах, рассказал о нейросетях, о чем я еще не рассказал, друзья мои, о семье. Сегодня жена вышла на работу, и она будет теперь работать очень много, напряженно. В общем, она устроилась сразу в два места. В два места и будет работать двое суток, ой, два дня в одном месте, два в другом. Вот. Одно из мест – это медицинская сестра. То есть она, наконец-то, она, наконец-то, пошла работать по своей специальности. Ну, которой обучалась в молодости, в своей, в юношестве. И потом долгое время работала. Она, вообще, у меня акушерка. У нее очень такая благородная, ну, как и любая медицинская профессия, благородная профессия, специальность. Ну, и медсестрой ей здесь довелось поработать тоже в кино на съемочной площадке. Ну, об этом я уже рассказывал, когда здесь снимался фильм «Дыл Д3». Она там была медицинской сестрой на съемочной площадке. Вот. Ну, тоже окунулась в мир кино, посмотрела, как снимают. Она ездила в различные локации, где снимали. А дочка у меня, она старшая. Она в этом же проекте была костюмером. Вот. Так что мы все уже приобщились к кино, кроме младшей. Младшая еще в кино не участвовала нигде. Ни в съемках, ни как актер, ни как работник съемочной площадки. У нее, может быть, все впереди. Она сейчас только определяется. Еще одна новость семейная. Это старшая дочь Валя съездила в Читу. То есть туда, где она родилась. Уехала она из Читы. Ну, вместе с нами, когда мы переезжали сюда, в Анапу, в 2014 году. То есть ей было тогда на тот момент 14 лет. Ну, не полных 14 лет. 13 лет было ей. А сейчас ей 22. Вот она ездила в Читу к родственникам, к дедушке, к своей двоюродной сестре, к дяде. Ну, в общем, вот так. Поездка была краткосрочная, летала она на самолете. Перелет был не очень комфортный, потому что у нас в Анапе уже год как закрытый аэропорт. И пришлось ей ехать в Сочи и из Сочи улетать. И в Сочи же прилетать. Через Екатеринбург. Вот она летала. И, ну, забываешь, что аэропорт-то не работает. Уже, как вы-то знаете, интересно. 21 век, а самолеты не летают. Вот новый сезон наступает. Опять люди будут испытывать трудности. И что еще? Так, о семейных делах рассказал. И в заключении, в заключении я сейчас еще расскажу о... Так, о чем же я еще хотел? Так, сейчас, может быть, какие-то вопросы будут? Так, Андрей Прокофьев написал. Совсем жену не жалеешь, она у тебя работает на убой. Странное выражение, работать на убой. Как-то так. Не очень такое литературно грамотное. Зато сам тунеядец херней занимаешься. Ну, во-первых, я не тунеядец. Я все-таки подполковник в отставке. Я свое послужил, получаю хорошую пенсию. Хорошую пенсию получаю. Вот, эта пенсия постоянно возрастает. Я сейчас вообще не жалуюсь. Вот, плюс я еще занимаюсь сейчас вот нейросетями. Я, кстати, мой доход от нейросетей перевалил уже за тысячу. Ну, это небольшая сумма, но, тем не менее, это те реальные деньги, которые вот я уже получил от людей, для которых выполнил заказ. Если вы хотите тоже свой портрет, ну, вот, например, как я сделал портрет на моей заставке на сегодняшней, это Рома Амплеев, деятель Единой России в Забайкальском крае. Я его сделал в образе Че Гевары. Че Гевары. Вот. Поэтому, ну, у него Че Гевара любимый герой. Я его сделал в этом образе. Вот, друзья, шесть человек сейчас меня смотрят. Вот, если в начале один и два человека смотрели, сейчас уже шесть, поэтому задавайте вопросы, чтобы я не ушел раньше времени, потому что, в общем-то, я уже рассказал о многих интересных вещах, о чем я рассказал сегодня. О своих занятиях на актерских курсах, о том, что вчера был напряженный день, и мы делали прогоны наших этюдов, которые будем показывать в следующее воскресенье уже перед комиссией. А, кстати, друзья мои, кто меня смотрит в Анапе, я вас приглашаю, приглашаю в следующее воскресенье на наш показ. На наш показ. Но написать нужно мне в комментарии или в личку, или позвонить, и я скажу, куда подходить. Вот, скажу, куда подходить. У нас будут зрители, будут кастинг-директора с Новороссийска и из Анапы. То есть те люди, которые отбирают актеров для участия в каких-то кинопроектах. Вот, ну и зрители будут, обычные зрители наши друзья, знакомые, родственники. Если у тебя хорошая пенсия, что ты тогда деньги просишь у подписчиков? У тебя жена на двух работах работает, у нее выходных совсем нет. Почему я прошу, да, я сейчас прошу, друзья мои, помочь мне собрать деньги на видеокарту. Ну, мне нужна новая видеокарта. И мне совсем не зазорно этого делать, потому что все-таки блогерский труд, он тоже должен быть вознагражден. И, знаете, вот, донаты собирают все абсолютно люди. И Максим Кац, и Илья Варламов, который не самый бедный человек у нас в стране. Вот. И собирает донаты предприниматель Дмитрий Потапенко, которого я очень уважаю. И Екатерина Шульман тоже собирает донаты. И люди просто даже отправляют на поддержку канала, потому что им нравится смотреть на этих людей, нравится слушать правду, которую они нам доносят. И они просто вот в знак благодарности, они вносят какую-то такую посильную плату. Никто не заставляет, никто не устанавливает какие-то там по, допустим, по тысяче долларов, да. Нет, есть у вас 50 рублей, ну и отправьте. Есть 100, ну и отправьте. Есть 200, ну и отправьте. 500 мне жалко, и 500 возьмем. Поэтому давайте, друзья, соберем на видеокарту. И качество моих изображений в нейросетях, конечно, увеличится. Да, если бы, Алексей, ты жил не в городе государственного преступника Ленина, а в Анапе, в бывшей турецкой крепости, тогда бы ты, конечно, был приглашен на наш вот дебют, так скажем, в качестве актеров. Так, друзья мои, про сезон 23. Внимание, очень важная информация, каким будет сезон 23 в Анапе. Уже сегодня на улице, вот с утра, сейчас 8 часов 23 минуты, на улице 15 градусов тепла, на градуснике на моем, который за бортом установлен. Лето, наверное, будет, ну, не знаю, каким будет лето, но лето будет. Лето будет, и будут отдыхающие, несмотря на то, что на Украине льется кровь с обеих сторон. И наши ребята погибают, и украинские ребята погибают. Погибают, как всегда, одни погибают за родины, а другие вообще неизвестно, за что погибают. Вот мне так кажется. Так вот, друзья мои, несмотря на то, что здесь вот в 200-300 километрах проливается уже кровь от Анапы, а на Черноморском побережье, на горячем песочке, на теплых камушках, все равно будут загорать люди, они будут веселиться, они будут кататься на всяких там бананах, летать на парашютах, кататься на катамаранах, плавать, веселиться, пить пиво, сидеть в кафе и, в общем, отрываться по полной. Поэтому, друзья мои, кто принадлежит к этой когорте, таких вот людей, пожалуйста, приезжайте в Анапу. И, как вы знаете, что у нас квартира пустая, сейчас стоит двухкомнатная, и квартира моего приятеля из Петербурга, однокомнатная, стоит пустая. Вот, но она ждет гостей, и первые гости уже мне позвонили и сняли сразу на два месяца квартиру. Значит, с июля по август, и даже немножечко сентября захватили. Поэтому у меня сейчас остается только июнь, май и сентябрь. Ну, цены вы знаете, какие в Анапе, просто я говорю, что квартира хорошая, если люди приезжают уже на протяжении нескольких лет подряд в нашу квартиру и очень довольны. Поэтому приезжайте, приезжайте. Ну, а квартира моего приятеля Алексея, она очень хорошая, на 10 этаже в нашем жилищном комплексе Тургеневский квартал. Дизайнерский у него ремонт, значит, встроенный холодильник, хрустальные люстры, огроменный такой вот выгнутый телевизор, вот, кровать такая с отличным матрасом. Есть два дивана, то есть, в принципе, у него квартира, можно ее посчитать и за двухкомнатную, потому что у него огромная кухня, панорамное остекление, там стоит тоже диван, и тоже можно прекрасно спать вдвоем и два человека, то есть, на четырех человек вполне. Квартира очень хорошая, говорю, использованы дорогие материалы, ну, так он всегда говорит, и поэтому цены, конечно, там, наверное, раза в полтора, в два дороже, чем у меня. Вот сейчас, если вы приедете сюда отдыхать в мою квартиру, допустим, в четвером, в пятером, то вы заплатите 850 рублей за одну ночь, вот, а у него, вот, у него сейчас уже, у него уже сейчас тысячи две, наверное, или тысячи полторы сутки стоят, вот, поэтому, ну, понятно, кто как свою квартиру ценит, тот так ее и предлагает. Ну, все, вот на этом я уже заканчиваю, друзья мои, мы были в эфире, с вами общались 36 минут и 15 секунд, вопросов больше не поступило, единственное, что написал Алексей, вы бы меня пригласили в гости, конечно, приезжай, Алексей, отдыхай, еще ты хотел сделать свой портрет, пожалуйста, присылай фотографии, я тебе вконтакте все очень подробно написал, что нужно для того, чтобы получить свой нейропортрет. Ну, все, друзья, было приятно с вами пообщаться, обо всем рассказал, но сегодня я не показывал экран, ограничился разговором, поэтому пишите в комментариях, кто еще что-то забыл спросить, подписывайтесь на мой аккаунт ВКонтакте, я там выкладываю свои работы в нейросетях. У меня есть сейчас два телеграм-канала, один называется «Жилье и нейросети», так я его назвал, он сначала «Жилье» назывался просто «Жилье в Анапе и нейросети». Вот, это канал, телеграм-канал, где я, ну, немножко о жилье рассказываю и о нейросетях, там выкладываю какие-то новинки, это чисто для себя памятки. Вот, и второй канал я открыл буквально недавно, он называется «Квартиры в Анапе». «Квартиры в Анапе», «Квартиры на лето», по-моему, в Анапе, вот так я назвал этот канал, и я туда включил, друзья мои, около 40 человек, которые у меня уже отдыхали, потому что тот сервис Airbnb, который до этого существовал и прекрасно действовал, и вот я больше никакими сервисами не пользовался, все люди приезжали ко мне, пользуясь, используя сервис Airbnb. Но сейчас он в связи со спецоперацией закрыт в России, поэтому, а вот эти все остальные, Авито, Циан, Трил, Суточно.ру, Яндекс.Недвижимость, что там еще есть, это все, знаете, хренатень, так я скажу. Вот эти сервисы, я все их использовал, выложил туда кучу денег для рекламы, ничего не работает, они вообще непонятно, как работают, вот они проводят всякие там семинары, вебинары, вот меня здесь приглашали, здесь была выставка у нас, Витязева, яркое солнце Анапы, они мне присылали, что у них там будут, значит, стенды установлены, Суточно.ру и этот, Циан, вот, Александр, приходите, значит, вам гарантированы подарки, туда-сюда, я не пошел, потому что они ни хрена, они не работают, ничего, в Циане я размещал объявление, оно вообще у меня испарилось потом. Если у меня на РНБНБ до сих пор объявление висит, и, в общем-то, мне и информацию присылают, там только бронирование невозможно, вот, но, в общем-то, вся переписка, все, я почему вот этих вот людей включил в Телеграм-канал, которые у меня отдыхали, я всю эту переписку на РНБНБ посмотрел, вот, там мы обменивались телефонами, я эти телефоны взял, включил себе ВКонтакт в телефон и потом вывел на Телеграм-канал всех этих людей, пригласил, вот, говорю, если вы собираетесь ехать в Анапу или, может быть, кто-то из ваших родственников, в знакомых собирается, но вы же уже были вот в нашей квартире, поэтому, ну, рекомендуйте, буду вам благодарен за это. Вот, и вас тоже приглашаю, друзья мои, так что вот теперь, наверное, все, теперь, наверное, все, и желаю вам мирного неба над головой, чтобы над вами не летали самолеты, и чтобы не гибли ваши близкие, друзья, знакомые, соседи, горожане, которые с вами живут в одном городе, поэтому, потому что сейчас очень-очень-очень много, вы знаете, идет буквально в каждое село, в каждое, в каждый город идут гробы, 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 вы это тоже все знаете, если, ну, читаете какие-то новости, поэтому я желаю, чтобы скорее все это закончилось. Всего вам доброго.